Мифы современные Легендах, сказаниях, связанных именно с происхождением человека. Мы прежде всего в связи с этим вспоминаем библейский сюжет из праха земного, но на самом деле в современной культуре есть немало сюжетов немножко другого толка. Например, человек из дерева. С помощью магии оживили голема в известной еврейской легенде. Доктор Франкенштейн сделал свое чудо. И, наконец, наша родная снегурочка из снега. Смотрите, сколько вариантов. Ну, вы мне можете возразить, что здесь, конечно, речь идет совсем не о первом человеке. Но давайте посмотрим. Может быть, вот в этих сюжетах как раз есть такой отблеск, отголосок мифов весьма древних. Вопрос на самом деле, сколько таких сюжетов у разных народов нашей планеты существует. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть соответствующих базах данных. Я для подготовки этого выступления пользовался базой мифологических мотивов, собранной замечательным петербургским археологом, этнографом Юрием Евгеньевичем Березкиным. Значит, да, мифологический мотив — это некий повторяющийся элемент мифа. И Юрий Евгеньевич в течение многих лет кропотливо, скрупулезно собирал такие повторяющиеся элементы. Он проанализировал порядка 30 тысяч текстов на 8 языках и собрал такую вот базу данных, которые есть в интернете. Я в конце дам ссылку на нее. Возникает вопрос, зачем вообще нужна сравнительная мифология? Зачем сравнивать между собой мифы? Понятно, что можно назвать различные задачи, но в частности, например, если мы берем какой-то повторяющийся мифологический мотив, если он повторяется у нескольких народов, если мы нанесем ареал его на карту, если мы сопоставим эти данные с тем, что нам говорят археологи, генетики о миграциях, например, мы можем попытаться оценить древность этого мотива, то есть когда он возник, хотя бы примерно. Мы можем даже, может быть, использовать эти данные для уточнения маршрутов миграции древних людей. Например, если какой-то мотив встречается, допустим, в Юго-Восточной Азии и в Северной Америке, то тут могут быть разные объяснения. Либо, например, он возник случайно и независимо, но если это какой-то специфический мотив, или, например, их несколько, это группа, то вероятность случайности не очень велика. Тогда, может быть, этот мотив просто очень древний, то есть он возник еще до того, как люди переселились в Америку, то есть, может быть, более 15 тысяч лет назад. Вот смотрите, вот что мы здесь видим с вами? Кролика видите? А он там есть. Дело в том, что у ряда народов, причем расположенных совсем не близко друг к другу, на Луне кролик или заяц. В частности, в древнем искусстве Китая и в доколумбовой Мексике мы можем увидеть такой сюжет. Вот карта, где показано распределение вот этого мотива, кролик на Луне. Вот эта вот китайская картинка, это древняя Мексика. А что здесь мы видим, на что похоже? Ну это же змея, посмотрите. То есть для нас с вами радуга – это, как правило, что-то радостное, приятное, но у некоторых народов, и, кстати, весьма широко встречается образ радуга – это змея, причем это опасное такое дурное существо. Смотрите на карту. То есть мы видим этот мотив в Африке, в Азии, в Южной Америке. Да, это данные, взятые из базы данных Юрия Евгеньевича Березкина, на всякий случай. Можно предположить, что этот мотив очень древний, то есть он, может быть, возник еще до того, как люди вышли из Африки, получается, что ему, может, как минимум 50 тысяч лет. Но мы будем говорить про происхождение человека. Есть и большое количество таких сюжетов, их буквально сотни. Некоторые из них тоже, возможно, весьма древние. Давайте посмотрим на некоторые. Ну вот, например, сюжет, по которому люди вылезли из-под земли, из подземного мира. Он тоже, смотрите, весьма широко встречается и в Африке, и в Меланезии, и в Австралии, и в обеих Америках. Ну там, естественно, начинаются варианты. То есть люди вылезли из трещины в скале, возникшая от удара молнией, или из норы, или из кочки, или из треснувшего ствола дерева. Но сюжет все равно такой же, то есть откуда-то из-под земли. А вот противоположный мотив. Люди спустились с небес. Причем они спустились через какую-то прореху в небесах. Они там раньше жили. Дальше начинаются варианты, как возникла эта прореха. Ну, например, у индейцев северо-запада Соединенных Штатов у них кто-то там пустил стрелу, и она пробила брешь. Люди увидели, что земля. А дальше они спускаются, тоже спускаются они по-разному. На паутинке, по тростинке, по веревочной лестнице. Или их даже сталкивают туда. Наказание. А, например, у одного племени папуасов у них людей уговаривает спуститься на землю белка. То есть она говорит, что на земле много вкусного. И когда люди, поверив ей, спускаются на землю по тростинке, она перегрызает эту тростинку, и все, пути назад нет. Некоторые мотивы встречаются в Евразии, встречаются в Америках, на островах, но практически неизвестны в Африке. Но здесь, может быть, просто их не зафиксировали, либо эти мотивы возникли уже после того, как люди стали расселяться из Африки, но до того, как они заселили Америку, то есть получается какой-то интервал между 50 и 15 тысячами лет назад. Например, это мотив, согласно которому люди возникли из крови, из капелек крови, причем дальше опять начинаются варианты. То есть некое божество порезало себе руку раковиной, или божество укусило само себя за палец, потекла кровь, или люди возникли из менструальной крови солнца, или некто стрельнул из лука в месяц, тоже закапало кровь. В общем, вот это кровавое происхождение, как видите, оно встречается на островах Меланезии и в Америке тоже. А вот скорее не миф, не мотив, а такой элемент мотива. Я рассказал про два таких противоположных варианта происхождения человека. Люди вылезли из-под земли или люди спустились с неба. Так вот, за пределами Африки появляется деталь. После того, как из-за вот этого отверстия прорехи вышли нормальные люди, начинает туда лезть двухголовое чудовище. Но оно не пролезает. Оно либо застревает в этом проходе, либо его запихивают обратно. И поэтому у нас двухголовых нет. Например, вот в Индокитае у некоторых народов, ну редко встречаются, но очень редко, значит, в Индокитае у некоторых народов у них это буйвол, который застревает и так и дохнет, и собой просто блокирует вот этот проход. А у индейцев, вот у этих вот, у них это бизоны, двухголовые бизоны, которых тоже, ну их тут не пускает некое божество к нам. Обратите внимание на удивительное сходство мотивов по обе стороны океана. Вот следующий мотив, он по сравнению с предыдущим, такой достаточно простой, незатейливый просто происхождение человека от собаки. Но здесь, кстати, интересно, что, например, у некоторых индейцев с Великих Равнин, вру, наверное, не с Великих Равнин, а где-то из Мезоамерики, ну, короче говоря, белые возникли после того, как Ева согрешила с белым псом. То есть мы с вами вот такие вот, по результатам метисации. Вот, ну и тут мы еще можем прикинуть с точки зрения археологии, то есть по осторожным оценкам собака была одомашнена 15 тысяч лет назад примерно. Есть, конечно, и более древние находки неких останков вроде бы собаки. Но вот обычно называют цифру 15 тысяч лет, и это, вероятно, вот граница, когда мог возникнуть этот миф, то есть наиболее древний срок 15 тысяч лет. И еще один занимательный сюжет, это тоже скорее такая деталь процесса, человек получился не сразу. То есть творец сначала выбрал неправильное сырье. Он сделал человека из масла или из воска, или из теста, или из снега. И дальше вот эта заготовка никудышная, она разваливается, она тает на солнце, размокает, и тогда уже творец, опомнившись, берет более надежный материал. Интересно, что такая сказка зафиксирована даже в Смоленской губернии в XIX веке, записали сказку, что был такой умный мужик Гаврила, хитрый, и он решил сделать человечка, чтобы тот управлял другими мужиками. На тему киборгов. Он взял, сначала сделал его из глины, но глина размокла под дождем. Тогда он сделал человечка из ржаного теста, но эту заготовку слопала свинья. В общем, ничего не получилось. Дальше свинью били дубовой палкой, били лозой, и так получились паны дубинский и лозинский. Это вот такая русская сказочка. Ну и понятно, что существует большое количество мотивов, которые встречаются более локально, то есть в пределах каких-то регионов или на части отдельного континента, они встречаются за его пределами, и, вероятно, они возникли позже. Например, я картинку-то выбрал такую интересную, симпатичную. Мотив сам не очень симпатичный, не эстетичный. То есть суть в том, что какая-то такая прародительница, она рожает огромную бесформенную массу. То есть она рожает кусок мяса, или, может быть, тыкву огромную, или какой-то мешок, и потом вот это рубят на куски, и из кусков возникли люди. Причем этот мотив, ну вот видите, он встречается только локально в Азии практически. Этот мотив встречается и у туркмена, где он смешался, видимо, с исламом, и получилась такая байка, притча. Потому что была пожилая пара, у них не было детей, дальше кто-то хитроумный и смелый пошел у Аллаха просить. Вот он просит одного ребенка, двух, трех, начинает кричать, начинает раскачивать трон Аллаха. Бедный Аллах вынужден выполнить его просьбу. Речь идет уже о семерых младенцах. В итоге старуха рожает какую-то такую бесформенную массу, из которой выходят семь детей. Ну и несколько еще таких мотивов. Вот это такой чисто южноамериканский практически мотив, где люди возникают из пойманных рыб. В некоторых вариантах только женщины. То есть мужчина ловит рыбу и невесту себе поймал. И еще один такой близкий нам знакомый сюжет про происходение человека от свиньи. Ну что характерно, что это Меланезия, где вообще свинья – это элемент культа, объект, практически аналог валюты. И опять же здесь мы можем вспомнить, что по данным археологии свинья была домашнена около 10 тысяч лет назад. Соответственно, вот это, наверное, опять же граница временная, когда мог возникнуть этот мотив. Но если мы остановимся на этом, конечно, я рассказал только маленькую часть всего разнообразия вот этих сюжетов. Можно их, тем не менее, попытаться разделить на какие-то категории. Ну, в частности, мы, например, с вами привыкли, что мы венец творения, но подразумевается, что нас создал творец в результате некого целенаправленного акта творческого. Как он это сделал? Из чего? Из птичьего помета, из глины, из дерева, или, например, из грязи, которую некий бог, который 12 лет не мылся, вот он почесал себе грудь и начесал себе сырья на человечка. Вот. Там много вариантов, но смысл в том, что это все равно целенаправленный акт некого высшего существа. Но у некоторых народов вообще никто не хотел сделать человека. Так случайно получилось. Например, некое божество выкинуло мусор. И вот из этого мусора что-то и получилось. Ну, или тот сюжет, который я вам рассказал про капельки крови. Там тоже совсем не целенаправленно творец хотел из крови кого-то вырастить. Вот. Ну, и есть большое количество мотивов, где люди возникают вообще совершенно сами по себе, боги не при делах. То есть люди вырастают, как трава, вылезают из-под земли, из тыквы, значит, спускаются с неба и так далее. Ну, в общем, совершенно сами по себе. Кроме того, в большом разнообразии вот этих мотивов можно встретить некоторые интересные детали. В частности, я уже упомянул, что во многих сюжетах все получилось не сразу. Бог был экспериментатором или боги. Они пробовали, пытались, у них получалось не сразу. Ну вот или он выбирал неправильный материал, или, например, вот в Европе некогда был распространен мотив, согласно которому сначала творец сделал людей великанов, но они падали, ломали себе ноги и разбивались. Потом он сделал крошечных людей, но их обижали насекомые. Вот. И тогда, наконец, он сделал людей нормальных. Или есть еще такой сюжет про то, что сначала людей сделали с ноздрями вверх. То есть нос был повернут ноздрями вверх, и в него лился дождь. И вот тут даже не божество, а кто-то другой такой, видимо, добрый и жалостливый, подошел и повернул нос, пока еще человек не высох. И поэтому у нас ноздри правильные. Кроме того, постоянно кто-то вмешивался. То есть творец начал делать человека. Не доделал и ушел. Тут пришла лошадь, или собака, или еще кто-то стал отоптать, или пришел черт и стал гадить, портить. Обратите внимание, кстати, если мы возьмем библейский сюжет, там тоже творец отдыхал, пришла змея, стала там морочить голову Еве. Помните? Что-то похожее есть. Но вот здесь, на самом деле, тоже есть разные варианты. И, например, у каких-то народов Восточной Сибири, у них это смешалось с христианством, и получилась притча тоже, что Христос, значит, стал делать человека, значит, он построил специальный храм, там сложил все необходимое, а потом улетел по делам и оставил собаку стеречь этот храм. Тут пришел черт, собака ему не давала ключ, но он ее там подкормил, отвлек, отобрал у нее ключ, открыл, пролез туда и стал харкать и плевать на этих будущих людей. Тут вернулся Христос, собаку прогнал, наказал, черта прогнал и стал очищать людей, но очистил не до конца. Поэтому у некоторых людей скверный характер. И, кроме того, интересно создание, вот разные версии, как создаются два пола, потому что во многих мифах их создают очень по-разному. Но мы с вами, опять же, все помним из ребра. Есть и другие варианты, не такие сексистки, то есть мужчина вышел из-под земли, и женщина с небес, или мужчина из корней деревьев, женщина из кроны. У андаманцев, например, мужчина начинает делать себе стрелу деревянную, тут он слышит смех, и он вместо стрелы делает себе подружку. Чем не Буратино? Ну и, на самом деле, весьма широко распространен сюжет, то есть он встречается вообще повсеместно практически и в Африке, и в Америке, и на островах, в Тихом океане, что женщину вообще сделали из мужчины, причем там реальная такая пластическая операция хирургическая, которая в подробностях описывается. В некоторых случаях это делает Бог, а в других случаях это получается случайно. То есть случайно отлетел топор, или мужчина напоролся на косу, и вот был мальчик, и получилась девочка. Но есть совсем экзотические варианты. Да, я прошу прощения, коллеги, мы говорим исключительно про науку. Значит, экзотический вариант – это индейцы из территории Миннесоты, по-моему. Значит, мужчин вообще не было, а был только один огромный пенис, который был свернут в виде кокона, и его возила на тележке девушка. Вот, и потом вот этот пенис разрубили на куски, и из него получились мужчины. Вот. И, конечно, отдельного внимания заслуживает вопрос, от каких животных происходил человек, ну, практически от любых. Но я уже некоторых назвал, то есть это собаки, и свинки, и муравьи, и рыбки, и лягушки, и червяки, и всевозможные птицы, и гибриды их. И, конечно, нашлось место и обезьянам, разумеется. При этом вот очень мне понравилась легенда некого южноафриканского народа, которая рассказывает следующее, что, значит, творец сделал мужчину и женщину и стал их учить, пытаться их учить, азам культуры. Но мужчина и женщина были ленивые, они слушать его не хотели, они сбежали в лес. Тогда, недолго думая, творец плюнул, взял двух обезьян, пару, и стал учить их. И обезьяны оказались гораздо более толковые и способные к обучению, чем люди. Тогда он отрезал у них хвосты, сделал из них людей. А тем, сбежавшим в лес, приделал хвосты и сделал из них обезьян. Поэтому мы с вами, потомки сообразительных обезьян, обезьяны в лесу, это потомки тупых людей. И вот я думаю, что если бы эта легенда стала частью некой мировой религии, может быть, меньше было бы проблем с пропагандой научной картины, с пропагандой идеи эволюции. Ну и, как у меня со временем, значит, в завершение, несколько, я еще хотел там еще долго говорить, в завершение, немножко хочу сказать про современные мифы. Дело в том, сейчас многие авторы пытаются в древних мифах найти отголоски каких-то реальных исторических событий. Например, это делают палеоконтактеры, то есть те, кто считает, что к нам на планету прилетали инопланетяне, типа Захария Исичина, уже покойного, они любое упоминание, что кто-то там спускался с небес или любое изображение, они трактуют как воспоминание о прилете пришельцев. Но вообще буквальное прочтение мифов дело сомнительное. Мы можем сказать, что и в русских сказках есть инопланетяне какие-то. Допустим, Баба Яга, в ступе она же летает, но вот этот пришелец на каком-то пепелаце он летит. Но вообще от этого предостерегали самые видные фольклористы, говорили, что делать так не надо. И мы можем вспомнить недавний случай, когда в 2004 году нашли хоббита на острове Флорес. Тут же всплыла легенда местная про то, что там какие-то жили маленькие человечки в лесу Эбу-Гогу. Конечно, очень хочется сказать, что вот это воспоминание местных про хоббитов. Но на самом деле рассказы про маленьких лесных человечков, они есть не только на Флоресе, они есть вообще по всему миру, в том числе там, где никаких хоббитов никто не находил. Ну и сейчас происходит, может быть, второе рождение некоторых мифов, типа происхождение людей от великанов. Ну это, в общем, даже, наверное, третье рождение. То есть это исходно в ряде легенд про великанов говорится. В XIX веке это вспомнили всякие мистики, а сейчас это все переплетали, ну переплели с какой-то такой псевдонаукой, и на полном серьезе даже по каналу «Культура» в телепередачах про это рассказывают. Мы, видимо, сейчас повторно изобрели сюжет про происхождение человека от свиньи, и мне пишут читатели, иногда говорят, что вот необычайное генетическое сходство человека и свиньи. Ну здесь можно говорить, что необычайной биологической безграмотности людей, которые распространяют эти мифы. Так вот, собственно, как же возник человек? То есть вылез ли он из дупла или из норы краба, или из тыквы, или из цветка, слепили ли его из птичьего помета, или из костной муки, или из кожных чешуек, вырос он как хвощ, или как гриб. Может быть, все было так, как рассказывают юкагиры в Восточной Сибири. Они говорят, что душа человеческая, став травинкой, проросла, потом ее съела мышка, мышку съела рыбка, потом прилетела скопа, схватила рыбку. После этого уже травинка выпала, превратилась в человека, человек ожил, спасся и так живет. Это красивая философская притча, но искать в ней параллели с реальностью, по-моему, дело бесперспективное, и столь же бессмысленна, наверное, деятельность креационистов, которые пытаются найти, подвести какую-то научную базу под библейские сюжеты. Но изучать мифы нужно, во-первых, как я уже сказал, можно, например, уточнять миграции, в том числе, если эти данные использовать в совокупности с данными генетики и археологии, ну и прежде всего, конечно, нужно это знать, чтобы представлять себе картину мира народов, населяющих нашу планету, потому что без этого невозможен контакт, и без этого мы вряд ли можем понять, каким непривычным может быть мировоззрение людей. Да, значит, еще раз призываю вас ознакомиться с очень таким фундаментальным каталогом, составленным Березкиным. А 28 января мы в Питере проведем третий форум «Ученые против миру», где будем говорить про современные мифы, про мифы 21 века. У меня все. Не сильно перебрал я? Все замечательно. Спасибо большое. Раз, раз. Итак, вопросы по поднятой руке. Да, спасибо за лексу, Александр. У меня такой вопрос. Вот в этом каталоге Березкина там есть ли какие-нибудь эволюционно прослеживающиеся мифы? То есть, вернее, как они, наследовались как-нибудь, или еще что-то в этом духе? Или все это просто реально люди отдельно друг от друга придумывали независимо? Нет, во-первых, естественно, люди придумывали независимо. Я как раз говорил о том, что если мы берем мотив того же змея, или, например, есть русская народная сказка, знакомая вам, про хитрую лису, которая заставила волка ловить на хвост рыбу. Помните? Так вот, такая же легенда точно есть у индейцев, например. Только у них на хвост рыбу ловит, если не ошибаюсь, как раз лис. А соблазняет его енот. Но сюжет тот же самый. Только как раз суть в том, что они независимо придумали. А, видимо, эта легенда возникла, когда считал некий общий народ, часть которого пошла в Америку, а часть пошла в другую сторону. Или, по крайней мере, вот что-то такое. Поэтому сам каталог, он собирался, это современный фольклор. Или там относительно современный, то, что собиралось за последние столетия. Плюс, понятно, там есть письменные источники по мифам Греции и прочее. Но все равно это относительно современное все. Но анализ этой базы, анализ вот этого всего позволяет в том числе реконструировать, может быть, какие мотивы древнее, какие возникли раньше, какие позже. И в том числе, может быть, устанавливать какие-то родственные связи. И какие-то вещи уточнять. А так, конечно, в самом каталоге это просто перечень этих мотивов, систематизированный по рубрикам. Пожалуйста. Еще вопросы? Здравствуйте. Меня зовут Артем. Делаем. А, все, вижу. У меня такой вопрос. А есть ли народы, у которых нет металлогического объяснения происходения человека? Ну, то есть, шаман взял и честно сказал согражданам, что, ну, знаете, я не знаю. Слушайте, я сходу не готов ответить на этот вопрос. Я знаю, что далеко не у всех есть, ну, вот есть, например, народы, у которых нет объяснения небесного. То есть, например, в Африке очень редко встречается описание, вот, что означают те или иные звезды. Вот, хотя, вроде, они звезды знали, и там у них была какая-то примитивная, в том числе, представление об астрономии. По поводу происходения человека, я, мне трудно сказать, потому что, судя по тому, что среди этих мотивов есть очень древние. Они, наверное, были характерны уже для какого-то предкового народа до того, как он еще вышел из Африки. То есть, по идее, они должны быть у всех, но кто-то мог их утрачивать. Вот, и понятно, что вот эта база данных, она принципиально не полна. Вот так. Но вот, что интересно, о чем, опять же, пишет Березкин, самые древние мотивы, которые он выделить смог, это мотивы о происхождении смерти. Почему мы смертны? То есть, по гипотезе Березкина, это вот наиболее древний пласт мотивов, и то, что, видимо, стало волновать человека, как, ну вот, очень-очень давно, как только человек может осознаваться человеком. Почему мы смертны? А дальше начинаются варианты. Почему? Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Иван. Я хочу, чтобы момент такой уточнить. Мы все-таки же рассматриваем научную точку мнения, то есть, там, минуя все вот эти предрассудки, и все-таки вам не кажется, что все-таки есть вот такой некий момент, то есть, вот, если человек экспериментатор, да, ученый все-таки, и такая же позиция была вот в происхождении, да, то есть, ведь как бы единый закон той же энтропии, да, например, который мешал, вот, как вы говорите, да, энтропии, это все-таки хаосники, да, а вот происхождение той человека, ну, и вообще всего сущего, это, ну, я знаю, что тут есть момент такой, наверное, вы слышали, да? Слышал. Вот, и, конечно же, мы должны все-таки оперировать, наверное, не только мифами, а тем моментом, что все-таки это какой-то научный процесс создания там и так далее. И делить там человека на женщину, на мужчину, это так условно, на самом деле. То есть, можно придумать все, что угодно, да, ну, вот есть какие-то определенные тенденции научные, да? Так, а в чем вопрос? Вопрос такой вот, вы не слышали, вот, допустим, происхождение с точки зрения дизморфии, то есть, разница в строении, тканей, там, допустим, тот же самый процесс опухолевого роста, да, то есть, то, что... Нет, если мы начнем говорить про эволюционные механизмы, мы далеко уйдем, я про это вообще сегодня не говорю. Ну, я просто думал, заострить на этом внимание может быть более точно. Ну, давайте заострим, но не сейчас, потому что не про то мой доклад. Спасибо вам за интересный комментарий, спасибо. Можно один вопрос касательно мифологии? Вы говорили, что... Я здесь, я здесь. Да, да, да. Вопрос о мифологии. Вы говорили, что существует множество разных мифов и преданий о происхождении человека, как из кусочка глины, из чего-то малое произрастает что-то великое, то есть, человек — это на вине створения. Не обязательно. Если, секундочку, есть ли мифы и легенды, которые говорят об обратном, то есть, человек, как следствие деградации из высших существ, допустим, из энергии, высших существ, из чего-то подобного, как раз-таки в нечто более мелкое, приземленное? Нет, ну там такого полно, на самом деле. Там такого полно. Нет, мы можем взять ветхозаветный сюжет, который, в общем, тут во многом перекликается. А в сюжете, который я рассказал, люди с небес вообще свалились. На небе-то хорошо им было. И в некоторых вариантах их в наказание вообще с неба согнали на землю. Но опять же, в Ветхом Завете на эту тему вообще практически ничего нового нет. То есть, этот сюжет, он повторяется многократно, что людей наказали за что-то. Например, допустим, человек изначально был покрыт панцирем, сплошняком, и был бессмертным. Но за какие-то прегрешения, дальше там начинаются варианты, какие-то прегрешения, человек этого панциря лишился, он остался только на ногтях. Это тоже очень распространенный, видимо, довольно древний мотив, потому что панцирь остался только на ногтях, и поэтому мы смертны. А были бы бессмертны, все было бы хорошо. Пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. А можно ли проранжировать все мифы по близости к реальному ходу дел? Ну, исходя из того, что мы знаем сейчас про происхождение человека. И вот если мы возьмем верхушку этого рейтинга, говорит ли что-то близость к реальному знанию о происхождении человека о тех народах, в которых эти мифы развиваются? Ну, мне кажется, что это бессмысленно. То есть это можно сделать, и можно просто подобрать какие-то сюжеты, которые более соответствуют научной картине мира. То есть, например, если мы возьмем идею о постепенном творении, и ее интерпретируем как эволюция, если мы возьмем происхождение человека от обезьяны, и скажем, что это вот они, их было проведение. Но на самом деле там связи с научной картиной, это чисто случайно. То есть все эти мотивы, они принципиально по-другому возникали. Они не из опыта, не из анализа, не из обобщения каких-то эмпирических данных. Они возникали по-другому, и поэтому тут, на мой взгляд, мы неправильным путем пойдем. То есть это можно делать, пытаться, но мне кажется, что это бессмысленно. Это чисто случайно, например, от обезьяны. Ну просто обезьяны рядом бегали у них, а у эскимосов обезьян нет. Они не могли просто предложить такой сюжет. Да, и последний вопрос, пожалуйста. Так, давайте девушке дадим. По-моему, девушек не было в качестве вопрошающих. Где девушка? Слушаю вас. Девушка, вы можете подойти вот к этому микрофону, он тоже рабочий. Давайте идите сюда, смелее. Только быстро. Потому что некоторые микрофоны у нас уже не выдерживают. Я хотела бы спросить, вот вы говорили о происхождении и о культе смерти, как он зародился в мифах, да? Не культ смерти, а объяснение. А было там что-нибудь об объяснении смысла жизни человека? Вот зачем он создался вообще? Как он создался, понятно. А зачем? Ну, там, таких сюжетов тоже полно. Вот, например, в выполнении какой-то божеской воли. Вот, если вы возьмете там тот же самый вариант. Ну, а прям вариация таких? Я сходу не готов вообще выдать справку. Я вам советую просто зайти в каталог «Березка», и вы там найдете там сто пятьсот вариантов. Вплоть до того, что люди должны охранять некий там каменный символ. Вот, а если они его разобьют, то все охранят. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ